К другим новостям. Чем дольше работаешь, больше зарабатываешь, тем выше будет размер трудовой пенсии по старости. С 1 января 2015 года она будет начисляться по новым правилам. Революционных изменений не будет, но отличия от сегодняшней системы все же есть, чем новые пенсионные правила выгоднее, ныне действующих выясняла Татьяна Трофимова. Сегодня размер трудовой пенсии по старости зависит в первую очередь от объема страховых взносов, которые начисляет работодатель. При этом трудовой стаж практически не влияет на размер пенсии. Получается, что человек с большим трудовым стажем получает такую же пенсию, как и человек с незначительным. Размер пенсии сегодня, к сожалению, он, конечно, зависит от стажа, но не так явно это просматривается. Все-таки больше он зависит от страховых взносов. Но объясню почему. Можно уплатить такую сумму страховых взносов за один год, которую другой лицо, которое стремится долго работать, может уплачивать в течение длительного времени. Понимаете? Вот это, наверное, не совсем правильно. Поэтому новая пенсионная формула и механизмы расчета трудовой пенсии как раз построены на то, чтобы мотивировать людей дольше работать, больше зарабатывать и, соответственно, иметь от этого больше пенсию. По новым правилам пенсия, как и сегодня, будет состоять из двух частей – страховой и накопительной. При расчете вводится новое понятие – годовой пенсионный коэффициент. Им будет оцениваться каждый трудовой год. И чем выше зарплата, тем выше и этот показатель. Максимальное значение годового коэффициента – 10. Это значение исчисляется, если зарплата не ниже максимальной зарплаты, с которой работодатели уплачивают страховые взносы. Стоимость пенсионного коэффициента ежегодно определяет правительство России. За каждый год трудового стажа от 30 до 40 лет для женщин и от 35 до 45 лет для мужчин дополнительно начисляется один пенсионный коэффициент. За стаж в 35 лет для женщин и 40 лет для мужчин – 5. Пенсия будет рассчитываться на уровне, на путем использования коэффициентов, годовых коэффициентов. На сегодняшний день максимальная зарплата, с которой подлежат уплате страховой взносы – 47 тысяч рублей. Сверх этой суммы страховые взносы уплачиваются в размере 10%, не 22. Также по новым правилам стаж будут засчитываться, служба в армии и уход за ребенком. За эти так называемые нестраховые периоды присваиваются особые коэффициенты. При расчете страховой пенсии все годовые данные суммируются. Выходить на пенсию позже будет выгодно. За каждый год более позднего обращения за пенсией сумма будет увеличиваться на соответствующие премиальные коэффициенты. Татьяна Трофимова, Николай Яковлев, Республика.